Сегодня свой 85-й день рождения отмечает жительница нашего города Галина Ивановна Харламова. Цветы и подарки к юбилею дарили ей родные и близкие, и старые знакомые. Поздравить имениницу приехала и глава администрации города Марина Трескова. Вся жизнь Галины Ивановны была отмечена доблестным трудом на благо страны и родного города. А началась ее трудовая биография в тылу во время Великой Отечественной войны. О своем непростом жизненном пути именинница рассказала моей коллеге Ирине Волокитиной. Здравствуйте всех. Можно к вам, Галина Ивановна? В квартиру Галины Харламовой пришли первые гости. Председатель Совета ветеранов Тамила Суворова и глава города Марина Трескова. У нас сегодня очень почетная миссия, говорит Марина Ароновна. Поздравить с юбилеем человека, который столько сделал для нашей страны. Не зря вас называют золотым фондом нашей страны. А почему, как вы думаете? Почему так говорят, что вы золотой фонд нашей страны? Потому что во время Великой Отечественной войны мы считаем, что было две линии фронта. Одна на передовой, а вторая в тылу. И тогда вы, рождённые, не достигшие совершеннолетия на момент начала Великой Отечественной войны, да и на момент его окончания, делали всё возможное, чтобы выковать эту победу одну на двоих, одну на всех. Радости от оказанного внимания юбиляша не скрывала. Из-за плохого здоровья Галина Ивановна из дома практически не выходит. Она с благодарностью принимала подарки и внимательно слушала поздравления и пожелания. Желаю вам ещё раз здоровья, здоровья, здоровья. Вот сколько я прожила в сумасшедке. Прожито и пережито было немало. Хотя всю жизнь можно определить одним словом – труженица. С самого детства она работала. Сначала в совхозе Архангельской области, затем на Лабетнанской лесобазе. Было всё – и радости, и горести. Но главным своим достижением Галина Ивановна считает детей, внуков и правнуков. Бабушка у меня замечательный человек. Она меня воспитывала с дедушкой, Царство Небесное. Ну, не знаю, низкий поклон ей. Всё, что я есть, это она. Родные и близкие любят Галину Ивановну за искреннюю доброту, уважают за человеческую мудрость. Бабушка для них главный пример во всём. А потому главные пожелания гостей и родных сегодня звучало одинаково. Крепкого вам здоровья и долголетия. Ирина Волокитина, Максим Ячин. Программа «Время местное». Программа «Время местное».